Начну я с того, что у меня была одна задача, но потом я увидел интересную вещь, когда начал делать пауэрапы, я увидел вот эту штуку Figma. Не знаю, если многие с ней сталкивались, в принципе, как Adobe XD, где сначала ты рисуешь экран и прототипируешь, когда дизайнеры очень много его изначально используют для рисования и моделирования интерфейсов, а потом уже, ну это бальзамик, для тех, кто уже знает бальзамик, но Figma намного лучше, потому что она делает реальные интерфейсы, то есть из нее уже все дизайнеры дальше могут переделывать в профессиональный, ну дальше используют, то есть она практически конечная точка назначения. Соответственно, меня удивило, я думаю, как это так, создание бизнес-приложений с Figma, ну как бы, и я стал немного в этом разбираться, и действительно казалось, что Microsoft запустил это как превьюшку, и целый UI-кит, где можно, работая с Figma, дальше конвертировать в Canvas-приложение. И я немного покажу, то есть это получается, что стратегически они еще дальше двигают утилиты в сторону конечного пользователя, и, наверное, они столкнулись с тем, что многие плевались с возможностями редактирования, которые есть в Canvas, в Canvas-редакторе вот этих вот подгонов, корректировок, иконок, там всего, что там нужно делать в плане дизайна, и после этого, ну то есть это такое довольно нетривиальное для программистов сидеть и играться с дизайном. Все равно получается кое-как. И я сейчас покажу, как оно работает, потому что вчера я запустил проект. Собственно, Microsoft сделал один файл, который можно продублировать к себе, то есть вы заходите по линку и потом копируете себе вашу фигму. В этой фигме, я покажу, что тут есть, как оно построено. У вас есть страницы, это может быть для очень многостраничного проекта, там с кучей интерфейсов, со всеми переплетаниями, но для большинства простых достаточно одной страницы. Microsoft, что здесь делал, он просто разложил по шагу, чтобы каждый пользователь, когда ему нужно, ну то есть он взял, прочитал, как это работает, и потом дальше начал делать. Но в реальности всегда нужен только одна страница. Чтобы не вдаваться подробности, как это все, что они написали, нужно двигаться просто пошагово. Они описывают, какие есть возможности, как построен этот документ. Ну то есть они рассказывают, как этим всем пользоваться. Но вот я просто хотел бы вам показать немного структуру, что здесь из их UI-кита можно делать, они рекомендуют только одно, либо это, например, интерфейс для телефона, либо это интерфейс для таблета, то есть потому что это разные разрешения, соответственно. И дальше конвертация в application происходит просто, вы шарите линк на этот объект, copy link to page, и потом добавляете свой этот уникальный токен, который находится в сеттингах здесь, для того, чтобы система могла подконнектиться к конкретному интерфейсу, извиняюсь, к конкретной странице, и дальше построить интерфейс. И вот как оно в реальности это выглядит. Тут есть кое-какие ограничения. Сразу скажу, что они сюда накидали ассеты, то, чем можно пользоваться. То есть здесь вы, когда начинаете дизайнить, вот я перешел, то есть здесь у них есть даже sample app, как он выглядит, например, стартовая страница, и следующая страница, и эти элементы. Додал свою информацию, после чего вылетает thank you. У XD, для тех, кто работал когда-либо с XD, у них есть интерактивная вещь. Можете прототипирование, например, отсюда, я хочу, чтобы переход был сюда, да, и отсюда это можно все показать. То есть взял, например, из этой кнопки переход назад сюда, то есть на этот экран. То есть это все конфигурируется, но Microsoft это не поддерживает, то есть пока не поддерживает. Я так думаю, что не исключено, что они могут как-то потом, впоследствии, эту логику тоже переносить. Допустим, но в реальности, что вы получаете, это просто скрины с некоторыми подготовленными возможностями. То есть с некоторыми, я сейчас покажу, о чем я говорю. Когда вы начинаете работать с, вот, например, моим приложением, да, я начал его принять. Вы отсюда, вот у меня выбрал таблет, и отсюда вы накидываете, что вы хотите, элементы. Microsoft хочет, чтобы пользовались только этими элементами. Вы можете их дизайнить, вы можете менять и там, можете текст и так далее, но если это кнопка, то это должно быть вот с таким идентификатором. И практически всюду обращают внимание, что когда вы накидываете какую-то кнопку, ее нужно нажать право и detach instance. Поскольку этот темплейт, это набор как бы шаблонизированных элементов, если вы начнете его редактировать здесь, то он как бы начнет редактировать весь этот шаблон. Поэтому Microsoft говорит, что сначала отцепите эту связку от этого ассета и продолжайте дальше редактировать для своих целей. Ну, надеюсь, это понятно, да. То есть это как бы набор ассетов, которые как сквозные, вы можете накидать здесь все эти баттоны, а потом отредактировав этот шаблон, он у вас, эти все баттоны будут меняться. Ну, и вот если вам нужны уникальные кнопки, то, соответственно, нужно отключить, чтобы не было этого линка. То есть это как бы такой нюанс, чтобы вы когда будете редактировать, обратили внимание. Дизайнить можно, опять же, какие угодно элементы, но некоторые есть ограничения. То есть если вы хотите создать календарное поле, то оно должно быть именно вот этим. Data picker, это rich text, тоже msft rich text. То есть, видимо, когда их алгоритм прочитывает этот шаблон, получает доступ, то он всюду, где видит вот эти, он создает свои нужные, правильные шаблоны. Что там есть? Такие элементы, как grid control или card form или еще. То есть там много чего. Вернусь назад на layer. Они здесь описывают поддерживаемые компоненты. То есть это могут быть, как видите, листбоксы с какими-то значениями, date picker, рейтинги, слайдеры, радио-баттоны, чекбоксы, тогглы. У них есть и grid, вот horizontal data cards, vertical data cards, scrollable sections и так далее. И они на каждой из страниц обращают внимание на что нельзя делать. Например, там размещать как-то один поверх другого, ну и вот так далее. То есть такие моменты они расписывают так по шагу. В итоге получается, ну когда загрузится, в принципе, получится то, что вы видели на двух экранах. Там нету интерактивности. То есть нажав кнопки ничего не происходит. То есть вот дальше уже как раз начинается работа. Но там они говорят не программиста, потому что там это все-таки формула такого полуэкселя. Но когда что-то чуть-чуть более продвинутое, уже это нужно действительно, что кто-то понимающий подключался. И то простые вещи, конечно, там можно сразу сделать. Но это сразу решает вопрос очень дизайна. То есть не программист занимается дизайном, что очень большой плюс. Потому что мы уже пробовали несколько раз. У нас с дизайном было довольно большие затыхи. Переделывали, переделывали. Чего я дальше, в принципе, это делал? Мне интересовали контролы. У нас один из запросов был. Клиент сказал, что обратил внимание, что вот эти ABCDEF, оно пропало. И типа почему его нет и так далее. Я задумался действительно, что куда они убрали. И начал смотреть все контролы, которые есть. И самая большая проблема, что как-то никто не вываливает весь список контролов для гридов, которые есть в системе. То есть их невозможно найти для тех, кто только, наверное, в теме просматривал для себя. И вот я задумался, что нам нужен был бы какой-то такой склад информации, где находятся. Какие контролы доступны сейчас. Они их добавляют, убирают в зависимости от приложения. И вот, например, вот этот контрол, в чем интересен то, что он выглядит как таблица. Его можно сразу заполнять. Ну, такой editable grid, но такого Excel-вского, Excel-like вывода информации. Может довольно понравиться. Он похож, он перекликается с другим editable контролом. Я не очень смотрел, в чем там разница между ними. Они очень похожи. Этот похож на Excel. Дальше я посмотрел, есть вот такой бизнес-клоужер grid. Он позволяет, я думаю, что это для интерфейсов, для touch, для пальцев, для телефонов, либо таблетов. Где можно группировать, вот здесь в данном случае, по году. Год, когда это expiration. Ну, я там выбрал любую дату, это конфигурируемо. Можно, например, это и по истечению, не знаю, lease expiration, по истечению аренды. Тут происходит группировка по времени, и оно мотаешь влево-вправо. Этот стандартный календар контрол, но его можно использовать, меня удивило, что практически на любую сущность. Я на аккаунты вязал добавил, и оно спокойно тут мне вывело. То есть, получается, это можно использовать и на других сущностях, которые более релевантны. Кастомных сущностях и так далее. То есть, этот календар контрол довольно интересный. Некоторые я не смог вывести, потому что, наверное, они для очень каких-то специфических задач, они просто не зарендерились на десктопе. Может быть, потому что не все данные, ну, во всяком случае, там невозможно было ничего подключить, но, судя по названию, очень похоже на контрол для телефона, именно для Canvas, CardFeed, то же самое. Некоторые контролы в данном случае, они, мне кажется, подтянулись из Project Automation. То есть, Microsoft создает очень много разных контролов, которые видны, они доступны. Их можно подцеплять, но они не срабатывают в некоторых условиях. Я покажу там один контрол, который работает очень специфичным образом. То же самое. Так, здесь Editable Grid. Ну, я думаю, что все сталкивались с ним. Довольно прикольная штука. Я обратил внимание, что здесь есть почему-то все эти CDE. Интересно, что здесь есть. На View Only его нет. Да, вот этот Pax Web Control, он тоже не рендерится нормально, но он для Project Automation. И выглядит, я его погуглил в интернете, выглядит он примерно так. То есть, он получается Grid, но для него он выводится в определенных случаях. И срабатывает только там. То есть, на аккаунт его не повесить. Викторые контролы, которые доступны, по идее, для любого PowerApp приложения, в реальности работают только в определенных условиях. И вот я хотел обратить внимание, Read Only Grid, здесь нет никакой. Это уже неудобно. Еще из интересного, например, Gallery Control. Здесь его можно выводить как в виде списка, так и в виде тайлов. То есть, например, если у нас есть картинки, фотографии, мы могли бы вывести. Или это могли бы быть фотографии зданий. Для некоторых бизнесов это очень... Или яхт. Здесь было бы, можно настроить таким образом, что вы видите все тот же Grid Control, но в виде карточек с фотографиями. Там можно веб-ресурсы, по-моему, цеплять. То есть, это там довольно конфигурируется, что вы какую информацию хотите вывести и так далее. Да. Ну, кстати, еще хотел обратить внимание, что у них там есть несколько Read Only Grid. Ридов в этом есть. Кстати, да, я хотел сказать, что там, да, действительно, есть дефолт Read Only Grid. И есть с СССР, которые можно добавить. И там вот есть вот это, да. Сори. Вот я заметил, что у них каша с этими контролами. Некоторые абсолютно одинаково называются. И один работает, другой пишет, что типа это превью. Ну, короче, то есть каша. Ну да, и надо это постоянно подсматривать, потому что иногда оно нужно. Вот видите, то есть есть какой-то Control SLA таймер. Он показывает duration. И, скорее всего, его можно вешать в основном для Activities, потому что там он тоже доступен. Но я его повесил на аккаунт и абсолютно спокойно. То есть, там указал левые данные, он мне спокойненько выдал, что интересно. Следующий, Timeline Control. Здесь тоже я повесил на дату создания записи. И он мне выложил спокойненько в Timeline. Понятно, что это не сильно релевантно, но это показывает возможность, что для любой кастной сущности ее также можно презентовать. На Activities она тоже есть. Дальше. Из интересного на Opportunity появляются какие-то своеобразные контролы. Они, может быть, доступны, потому что это Dynamics 365, а не просто голый, как нам, Power Up. Здесь я, когда попытался повесить, то он мне предложил включить некоторые аналитику, которые, я не знаю, они там пишут, что это повлияет на ваш Data Usage, там то да сё, то есть убедитесь, что вам нужно. И, то есть, включив, оно начинает что-то делать. Я не знаю, я для одного запустил, после чего он сказал, что нужно где-то 24 часа на обработку данных. Если он там куда-то модель выгружает, потом создает, потом назад и потом что-то он выдаст. Тоже надо проверить, что именно. Некоторые Grid Control конфигурируются, видимо, на более поздней стадии, когда прошла первичная обработка данных. Reporting Control тоже не удалось загрузить. Он выдал просто ошибку, Deal Manager, то есть он стандартный, ничего интересного. А, кстати, хотел спросить, вот эта штука, она наверху, это, ну, мы добавили, да? То есть это этот ведет в наш чат-бот. Оно добавлено в сайт-мэп или куда добавлено? Червоненько, это скрипт, по-моему. Он висит у нас Unsupportable или Supportable? Ну, то есть он где-то в сайт-мэпе или он висит, мы с расходом его куда-то закинули? Думаешь, это просто, ну, ты имеешь в виду на unload стринке, да? А, он висит на всем ТРМе, там, с драйвом. В общем, что оно сделало, оно создало мне точно такой же, сейчас открою где-то фигма наша. Оно создало мне именно таким выводом, там кнопки можно было выбирать, то есть вот эти интерактивные, они сразу были вот эти. Рейтинг я мог поставить одну звезду или три звезды, здесь мог указать календарь, время, таймер, ну, я не смог запустить, но он там, типа, видимо, как-то легко подключить его можно было. Баттон, который тоже ничего не делал, там, в общем, было две страницы и логику, вот, хоть я ее здесь и сделал, перехода между экраном с этой кнопки на этот, но она не сработала. То есть логику он пока еще не умеет переносить, но зато, как бы, дизайн абсолютно один в один, как я расположил, так он и вывел. Ну, как видите, превью работает пока нестабильно, но думаю, что они его стабилизируют и будет довольно легко делать и быстро эти всякие камлосапы. У меня все. Спасибо большое.